Всем привет! Добро пожаловать на обзор Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска. Данный обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, макажник, заведем двигатель, послушаем озвучание. И сегодня я нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон TransTech Service Hyundai. Такие ключи. Давайте не будем терять времени и начнем. Стоимость данного автомобиля 1 миллион 500 тысяч рублей. Также данный автомобиль оборудован системой доступа без ключа. На данный момент он открыт. Чтобы закрыть его, нажимаете на маленькую кнопку один раз. Автомобиль будет закрыт. Чтобы открыть его, еще раз нажимаете на нее, и автомобиль будет открыт. Вставки под дерево и алюминий. На самом деле это пластик. Алюминиевые вставки, электростеклоподъемники, центральный замок, булитровка стекол, электрорегулируемые зеркала с подогревом. Также они электроскладываемые. Подсветка дверей, ниши для мелочевки, подстаканник. Алюминиевые накладки на порогах. Полностью с электрорегулировками водительское сидение. Кожаная. С черной прострочкой. Также электрорегулировки по двум направлениям. Имеет поясничный подпор. Отключение трекшн-контроля. Ножной стояночный тормоз. Чтобы активировать его, нужно нажать на него. Чтобы деактивировать, нужно еще раз нажать на него. Плотно закрываются двери. Весьма комфортабельные сидения. Здесь система старт-стоп. Все, что нужно, это иметь вот эти ключи с собой. Нажимаете на тормоз. И вот на эту кнопку. Рулевое колесо кожаное с прострочкой. Легко поворачивать. Регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет ручные регулировки. Управление аудиосистемой. Круиз-контроль. Давайте включим габаритные огни. Противотуманные огни. Передние и задние. Аварийную сигнализацию. Со стороны водителя автоматическое стекло. Откроем. Двигатель 2.4. 174 лошадиная сила. 16-ти клапаны. Омыватели фа. Диодные повторители поворотников. Встроенные зеркала. 18-ти дюймовые легкосплавные диски. Люк. Электролюк. Спойлер. Синтегрированный стоп-сигналом. Рейлинги на крыше. Антенна. Двойные выхлопные патрубки. Датчики парковки. Камеры заднего вида. Задние стекла имеют легкую и заводскую тонировку. Боковые подушки безопасности. Давайте послушаем звучание двигателя. Звучит отлично. Аудиосистема. Которая непосредственно может контролироваться вот этими кнопками. Либо же тачскрин, нажимая на дисплей. Также P3 имеется блютуз. Сейчас вам продемонстрирую, как работает навигация. То есть непосредственно касаетесь на карте определенной точки маршрута. Он подбирает наиболее приемлемый для вас маршрут. Голосовое управление имеется. Графика четкая. Данные GPS. Система глобального позиционирования. Можно задать определенный маршрут. Предупреждение, звук, региональные настройки, визуальные, маршрутные данные. Настройки 3D. То есть непосредственно будет отворожаться карта в 3D. Или же можно выбрать настройки по умолчанию. Трое. Вентиляция, отопление, водоснабжение. Поднос специалисты. Отопouch, ремонт. аудиосистема звучит отлично также вставки под дерево на самом деле это пластик двухзонный климат-контроль очень легок в использовании рециркуляция различные зоны подогрев сидений с двумя ступенями водительского и соответственно пассажирского usb ipod вход для внешних устройств автоматическая коробка передач переключения шестиступенчатая с возможностью ручного переключения камера заднего вида сдача крепельницы подстаканники подлокотник охлаждаемый контейнер для очков их тут 21 маленький другой побольше электролюк открываемая один касание боковые подушки безопасности качество материалов отделки на очень высоком уровне а а можно задать маршрут краткий маршрут быстрый маршрут простой маршрут просто старые маршрут кастырь из маршрут теории и окей Отличный автомобиль. Очень оригинально сделаны ручки открывания дверей. Открывание крышки бензобака. Просторный багажник. Розерка. Задний ряд сидений также можно сложить вровень с полом, тем самым увеличив полезное пространство багажника. Подсветка багажника. Домкрат, инструменты. Шторка. Также вставки под дерево. Электростеклоподъемники. Вровень с полом складывается. Подлокотник с подстаканниками. Также алюминиевые накладки. Полностью с электрорегулировками. Пассажирское сидение. Сидения в меру мягкие и удобные. Бардачок. Кабель для iPod. Инструкция по эксплуатации. Рослые как пассажир, так и водитель, так и пассажиры заднего ряда сидений. Не буду себя чувствовать стесненными. Сторонный автомобиль. На этом обзор Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля 1 миллион 500 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. И до встречи в следующий раз. Продолжение следует.